Алена Полынь. Говорю как о Вега, читаю записи всего дня, а именно 12 марта 2017 год. Вибрации. Всё вокруг вибрирует в своём собственном ритме. Но каждая волна сонастраивается с подобной от того, кто-то нам приятен, понятен, а кто-то отталкивает. Учитель. Тот, кто учится сам всю жизнь, впитывая всей душой знания. Его вибрация меняется настолько часто, насколько быстро идёт рост самого учителя. Его ученики должны также расти, чтобы новые мелодии души учителя звучали в унисон с мелодией их души. Но как часто ученик не хочет и не желает дальнейшего роста. Он останавливается и говорит «Стоп! Всю жизнь учиться — это не для меня. Если я выучу стихи, я уже почти поэт. Зачем мне образы и глубинные знания? Я хочу читать стихи здесь и сейчас и наслаждаться славой чтеца. Кто знает, к чему и когда меня приведёт обучение? И ещё вчера учитель. Становится недоступен и непонимаем. И ученик устремляется туда, где всё легко и на ладони. Где не нужно думать и размышлять. А свора похожих, как две капли, конечно, будут теперь петь в унисон. И становится не видно, что грязно, что мерзко, ведь все одинаковые. Размышляя так, я увидела страшную истину. Несчастные и больные собираются в кучке обсуждать счастливых и хулить их. Ибо стремиться стать такими же счастливыми они не хотят. И этот тупиковый путь известен многим учителям. И многие печалятся, глядя на несчастных. В своей судьбе, как в сути Бога, я встречала очень разных людей. И все они являются для меня учебниками, что создатель умело складывает в мою библиотеку. Я видела женщин с потухшим взором и строила им путь. Но чуть пройдя, они спотыкались и говорили, мне мало построить путь, мне нужно убрать и камни с дороги. И я убирала эти камни за них. Тогда они говорили, я на своем пути встречаю разных людей. Скажите мне, с кем и как себя вести? И я говорила. Но снова слышала вопрос. Почему у меня еще нет всего, что я хочу? Я же отвечала. Ну так действуйте, действуйте сами. Тогда эти женщины упрекали меня и уходили назад, в ту первую точку, из которой я строила им путь. Они бежали, от счастья бежали. И я не понимала тогда, почему, почему они упрекали меня и бежали от своего счастья назад, в толпу таких же одиноких, с потухшим взором. Но сейчас я знаю, почему. Я сделала ошибку. Дав руки тем, у кого нет разума, я мыслила их вразумить, направить, дать им возможность узнать себя и свои возможности. Я ошиблась. Если обучить собаку ходить на задних лапках, она от того человеком не станет. И все равно будет жить жизнью собачьей. Ну что ж, это выбор. И у каждого свой путь. Я же пишу новые страницы книги жизни. И хранитель души дает мне возможность посмотреть на тех, кто еще не приобрел человеческое тело. Мозаика души у каждого разная. Вы здесь окажетесь после смерти тела, но не все. Есть те, кто по своей глупости отдал свою душу за возможности тела и обманулся. Обманулся, так как не получил желаемого. И сейчас я смотрю, как за место мозаики некоторые души наполнены существами, что полностью владеют ими. Таких мало, но они есть. Нет, это не одержимость. Когда владеют телом, это хуже. И там из души вырывается смех и сопли, и снова смех и сопли существа, что владеет не телом, а душой. Невидящие думают, что это мимика человека. Но из его глаз смотрят существо, которому души отдали за почести, славу, деньги. А кто-то за другие радости бытия. Но неправильный договор лишь лишил человека разума. Заканчиваю писать. В неком сожалению, даже боли за толпу несчастных не верят, что снова и снова стремятся к разрушению самих себя. Продолжение следует...